Здравствуйте, я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГРТ. На ваших телеэкранах программа «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Кара. Работа врачей кажется очень романтичной. Это белый халат и благодарные пациенты. Но на деле это сложная и ответственная профессия, от которой зависят человеческие судьбы. Бессонные ночи, бесконечные дежурства и курьезные случаи. Об этом и о многом другом поговорим сегодня в рамках нашей программы. Нам есть что обсудить с гостями, которые уже находятся у нас в студии. Сейчас ближе с ними я вас и познакомлю. Итак, сегодня у нас в гостях Иван Коломан, анестезиолог-реаниматолог муниципии Чедерлунга. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Полина Стамова, семейный врач села Бешалма. Здравствуйте. И Наталья Бежинарь, профпатолог города Камрад. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости, я, конечно же, присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые звучат на этой неделе. Я думаю, что и задолго до официального профессионального праздника вас поздравляют. Я уверена в этом. Мы также присоединяемся, поздравляем вас с этим праздником. Но для начала, для наших телезрителей, я бы хотела, чтобы каждый из вас рассказал о своем пути к этой профессии. Почему именно эту профессию вы выбрали, интересует практически каждого, кто посмотрит эту программу. И начнем мы, наверное, с вас, Иван Николаевич. Да. Мне 71 год. Я работаю в Чедерлургской больнице с 71 года. В качестве анестезиолога-реаниматолога. И, значит, в 18 лет я был заместителем главного врача. В настоящее время по возрасту я работаю с заведующим делением переливания крови. Тоже ответственно. Да. Вы понимаете, выбор профессии как-то определился сам собой. Значит, брат моего деда, он служил в Румынской кавалерии. И после двух лет службы поступил в Бухарестский университет, на медицинский факультет. Прошел стажировку в Швейцарии и работал в Болгарде. И это на какой-то степени натолкнуло меня на мысль стать врачом. Кроме того, у меня дети, дочка и сын врачи. Сын анестезиолог-реаниматолог, дочка невропатолог. Закончила кандидатскую диссертацию по теме болезни Паркинсона в Москве при Ботковской больнице. Брат у меня тоже врач-психиатр. Работает в Бендере, заведующий отделением психиатрии. Значит, дочка, жена сына, акушер-гинеколог. Акушер-гинеколог, жена брата, акушер-гинеколог. Ну, какая у вас династия, Иван Иванович? Сестра жены, невропатолог, и у нее два сына невропатологи. В общем, мы можем, собравшись, организовать маленькую реоную больницу. Семейный бизнес. Да. Ну что, вначале была реанимация, дежурство. Был период времени, когда мне приходилось приезжать в Камрад и в Тераклию. Там не было анестезиологов. Мы спокойно моим коллегой ездили туда. Ну, потом мне предложили заместительство. И вместе с Николаем Николаевичем Колонном проработали вместе 18 лет. Он директор, а меня заместитель. Ну, учитывая возраст и все остальное, я с прошлого года, с января, работаю в отделении переливания крови. Заведующим. Отделение у нас на хорошем счету. Мы выполняем план по донорству. На этот день медицинского работника мы получили от министра кубок специальный. Такое сердце нарисовано, с каплей крови и почетную грамоту. В этом году? В этом году. Совсем недавно у нас в гостях был ваш коллега Драгнев Семен Дмитриевич, который также сказал, что и наше отделение... Да, они тоже получили. В отделении провели капитальный ремонт, новое оборудование, прекрасная аппаратура, холодильники, камеры специальные для хранения крови и так далее. Хочу сказать, что люди очень охотно отзываются на просьбу сдать кровь. Коллеги, соседи, друзья. Я в общем пока работаю вот так. Нормально. Благодарю вас, Иван Николаевич. Мы еще вернемся. Полина Иосифовна, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали эту профессию? Когда я окончила школу, с хорошим баллом хотелось, конечно, поступить в какой-то престижный университет. А наш университет очень хороший. Он выпускает очень лучших, очень хороших специалистов. Вы говорите об университете медицины, да, действительно. И открывает двери в любую страну, в любой город. Поэтому родители поддержали и решилась. Теперь я работаю в офисе семейных врачей села Бешалма. Четвертый год с семейным врачом. Я получила от государства, приехала по направлению, получила от Башкана подъемные, получила от государства подъемные. И это тоже помогло остаться и работать там в селе. Условия у нас неплохие. Можно работать. Есть все необходимое, что касается компьютеров, стационаров. Работать можно. Полина Иосифовна, скажите, пожалуйста, а вот не пугало ли тогда, совсем недавно ведь это было, 4 года это не такой большой срок. Рядом с вами сидит Иван Николаевич, у него с Ташином несколько десятков лет больше. Но я сейчас не об этом, а вот не пугало ли то количество лет, которое нужно отдать образованию, ту нагрузку. Ведь это не просто университет. Это тот студент, который поступает, он знает, к чему идет. И та ответственность, которая будет всю жизнь на нем, тоже... Всю сложность медуниверситета, наверное, поймет только тот, кто прошел через это. Другие не поймут. Да, было сложно, но сегодня я вспоминаю, как самые, наверное, прекрасные годы студенческие. Как мы жили в общежитии, мы дружили с коллегами, мы по сегодняшний день общаемся. Да, было много учебы, но мы умели отдыхать. И вспоминаем про это с улыбкой на лице. Семейный доктор, это как терапевт, да? Терапия. Ну, это общий профиль. Почему именно общий профиль? Не хотелось ли, например, какой-то взять специальность? Ну, я не хотела в отделении работать. Я хотела в поликлинике, потому что у меня семья, дети. И не хочется дежурства иметь ночные, поэтому так. В поликлинике я работаю до 4 часов, и свободно могу уделить время и семье, и детям, и дому. Ну, тут, конечно, Полина Иосифовна, я думаю, что не дают вам спокойно посидеть все равно дома, невзирая на то, что вы работаете до 16.00. Профессия доктора, она круглосуточная. Я уверена, что вы всегда на страже здоровья своих пациентов. Благодарю. Ну, Наталья Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, как бы вы выбрали свою профессию? Ну, я еще с самого детства, когда меня медицина интересовала. После школы я поступила в медицинский колледж. Там 3 года я проучилась. После окончания медколледжа я проработала в стоматологии год. И поняла, что я не хочу останавливаться на этом. Надо идти выше, дальше. Решила через год поступить в мединститут. Было одно бюджетное место после колледжа в русской группе. И я вот, не знаю, наверное, счастливые лотерейные билеты вытащила. Поступила в медицинский. Проучились. Там 6 лет. Это были золотые времена. Хотя у меня группа была большинство после колледжа. Мы успевали и учиться, и работать после института. В ночные смены ходили, как медсестры подрабатывали. И отдыхать. Экзамены вовремя сдавали. После этого поступила на резидентуру профпатологии. Это новая специальность в нашей Молдове. Еще не столь известна, как в других странах. Но не так она мало важна, как другие профессии. Наоборот, мы первые видим пациентов, кто именно связан с работой. Это профилактика и лечение профзаболеваний. Мы работаем на основании факторов риска, с чем каждый пациент сталкивается ежедневно. И предотвращаем определенные заболевания. Что касается медицинского медосмотра. Это при поступлении на работу периодически, который раз в год. Или когда люди возвращаются на работу при возобновлении работы. Я в сравнении с нашим доктором вообще юнец в медицине. Потому что я в 2023 году закончила резидентуру. В январе месяце я как молодой специалист в Гагаузии появилась. Приняли на работу в нашу поликлинику города Камрата. Я единственный профпатолог. Работы много. Потому что районная поликлиника. И действительно все предприятия у нас проходят. Начальство наше старается. В этом году уже получили новые аппаратуры. Чтобы контракт не платить частным предприятиям. Поликлиника работает. И надеюсь, в дальнейшем будут хорошие результаты. Наталья Вячеславовна. А вот, например, Полина Иосифовна вернулась практически в свой населенный пункт. Вы родом из Кангаза, да? Полина Иосифовна. Недалеко. Вы вернулись в Камрат. Из Бельц. Почему? Ну, во-первых, супруга встретила. Нынешнего же супруга. Я всю жизнь думала, что я останусь в Кишиневе. И, в принципе, хотела остаться в Кишиневе, где я проходила резидентуру в больнице. Были заинтересованы мной. Я хорошо себя порекомендовала. Но судьба сложилась иначе. Встретила своего супруга. Переманил. Переманил, да. И с севера на юг. Да, от Башканата получили первые подъемные. От Министерства здравоохранения Молдовы еще не было денег. Но в контракте указано, что будут. Я уверена, что, конечно, будут. Дело здесь даже не в этом. У нас одна страна. Но вот все же, как вам у нас? На юге. Неплохо. Вы сами сказали, с севера на юг. И вот у меня возник вопрос. Как вам у нас? Хорошо, неплохо. Люди, везде есть люди. Знаете, в каждой семье есть свои нюансы. Все люди понимающие. В основном на русском языке. Это понятно. Немного было мне сложно перейти с румынского на русский. А у него уже были серьезные аргументы, да? Вы не смогли уговорить его? Нет. Он вообще не подавался. Он говорит, наоборот, давай, дам, нужны специалисты. У нас медицина. Остались одни пенсионеры. А у него какая профессия? Юрист. Он юрист. И давай, давай. Ну, вот я решилась. В любом случае, как госпожа Немиренко говорила, что медицина не только в городах. Все районы нуждаются в медицине. И действительно, здесь нехватка специалистов. И благодаря нашему старшему поколению, еще здесь в районах медицина есть. Мы вам очень рады и благодарны. Все молодые специалисты боятся районов. Все хотят в городах остаться. Но я не вижу здесь прям глобальной проблемы. На ваш взгляд, в чем проблема? Почему боятся районов? Опасаются. Чем отличается вообще работа в сельской местности от городской? На ваш взгляд. Чего они боятся? Они боятся... Неизвестности. Нет, не то, что неизвестности. Они считают, что города более престижно. Хотя зарплаты те же самые, что и в городе, то и в районе. Даже в районе где-то может быть и выше на незначительную сумму. Но жилье, если молодые специалисты остаются в Кишиневе, помощь они не получают. В Кишиневе или в городах других они помощь не получают от государства. Тоже для молодого специалиста зарплаты примерно 10 тысяч. Снимать жилье, платить 350 евро, ты остаешься ни с чем. Они больше всего боятся, скорее всего, что если переедут в район, то все, карьере, крест. Можно карьере, можно крест поставить, и нету развития. Хотя нет, я не считаю так. И я не жалею, что я переехала. Мне нравится. Да, было тяжело, потому что с большого города сразу в Камрад, в район. Но ничего, я благодарна. Вам уже полюбился Камрад? Да. А поверьте, с каждым годом он вам будет нравиться все больше и больше. Надеюсь. Еще познакомитесь с соседними городами. Ну, уже мы в процессе. Иван Николаевич, скажи. Хочу в продолжении, извините, в продолжении этого города сказать вот что. В районе молодой специалист приобретает самостоятельно. Я знаю, в больших городах, где-то в больших больницах они всегда будут на вторых, третьих ролях. Представьте себе вот такую ситуацию. Хирургия, допустим, Руссканская больница. Кто должен оперировать? Профессор, доцент, зав. отделением, значит, ординаторы, хирурги. И что остается у молодого доктора? Ну, ничего. Здесь молодой специалист приобретает самостоятельность. Все. Я приехал в 81-м году, а второй мой коллега сразу на второй день уехал. Откуда вы приехали? Я в Староклийского района, там, село. Закончил тоже Кишиневский бенгенститут. И он сказал, вот, сегодня я еще вечером буду здесь, а завтра улетаю в Крым. И я остался один на 65 тысяч населения. Не спросить, не посоветоваться, ничего. В 82-м году? В 81-м. А дальше все. Я считаю, что человек, который работает в районе, он самостоятельно приобретает собственный опыт, который ценнее всего. Собственный опыт, основанный на своих ошибках, новых познаниях и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что в районе становится специалистом гораздо быстрее, чем в больших городах. Набирает собственный опыт, мастерство и все остальное. Поэтому я думаю, что ничего в этом зазорного нет. Все из нашего курса, да, есть люди, которые остались на кафедрах, но в основном все мы разбежались по районам, по городам и так далее. И не считаю, что в этом что-то зазорное и так далее. Иван Николаевич, вот вы не уточнили, куда попали ваши дети после окончания университета? Где они обосновались? Мой сын работает за афроанимацией в медпарке. Дочка работает, вернее, она на кафедре неврологии в Боткинской больнице. Закончила, вот я сказал, кандидатскую диссертацию по болезни Паркинсона. Двое внуков у меня. И, наверное, тоже будут докторами. Хотелось бы продолжить династию. Благодарю вас, Иван Николаевич. Полина Иосифовна, вот что вы скажете по поводу районов, городов, сел? Как некоторые мои коллеги спрашивают, ты еще оттуда не сбежала? Как ты там еще? Мне нравится спокойно. Город хорошо, может, но в селе я спокойно за детей. Я могу их свободно отпустить во двор. Мне не надо их сторожить. Они играют во дворе, я делаю свою работу. Население меньше, чем в городе. У нас два доктора, и получается обхват по населению достаточный. Нагрузка не такая большая. Минус есть, конечно, у нас узкие специалисты, все в район, комрад. Если надо с кем-то консультироваться, люди должны ехать. Особенно в эту же РУ, не очень хотят отказываться. А так... Вы уже, наверное, знаете историю каждой семьи, да? За 4 года, я уверена, что вам удалось. Знаем, кого уже можно отправить, а кого уже... Кто не поедет, и нужно решать вопрос на месте. И спасибо коллегам, можно позвонить, проконсультироваться. Никто не отказывает. В таких моментах решаем вопросы на месте. Здорово. Какие вы молодцы, что все-таки не побоялись, работаете. И большое спасибо нашему государству, Республике Молдова, за то, что стараются сохранить и заинтересовать молодых специалистов в том, чтобы они оставались и работали во благо нашей Республики Молдова. Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. У каждого из нас в жизни есть наставники или коллеги, на которых мы равняемся. В некоторых случаях у нас есть наши преподаватели, да, которые нам преподают, и вот они для нас являются чем-то таким вот непрочитанной книгой, постоянно интригуют, объясняют. Люди, которым вы можете позвонить за советом. Вот у каждого из вас, я уверена, что есть такие люди. Иван Николаевич, ну вот давайте будем вспоминать, как вы начинали, да, свою карьеру. В тот период и сейчас. Я понимаю, что время идет, и это все меняется, знаете, грани стираются, но все равно наверняка на протяжении жизни. Ну да, значит, первая огромная признательность нашим преподавателям в нашем университете, потом выбор профессии, и тогда сейчас проходит резидентуру 3-4 года, а тогда мы проходили один год интернатуру. Я проходил его в Террасполе, и потом уже приехал сюда, и меня встретил мой коллега, он непокойный, Валерий Борисович Малиновский, которому я очень признателен, который все встретил мне очень доброжелательно, объяснил, где что находится, и в процессе нашей совместной работы во всем помогал мне. Я ему очень благодарен. Ну, а сейчас уже, как бы, это, получается, я самый старший, есть у нас прекрасное отделение реанимации, где у нас 4 анестезиолога, заведующие из поселения Сварошнин. Прекрасная работа на 6 коек, замечательное медицинское оборудование, контролирующее все процессы организма, все параметры. В общем, нормально так. Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка уже, вы, ну, от стажа вашей работы, это зависит, к вам обращаются за советами, за помощью, я в этом уверена, вы... Конечно, конечно, там, где надо помочь, я всегда помогаю, потому что есть какой-то опыт работы и так далее, все это надо не копить себе, надо отдавать, помогать, потому что вспоминаешь, как ты начинал, как тебе помогали все, поэтому надо помогать. Тут время не поменялось, да? Нет, абсолютно нет. И это, наверное, здорово? Просто обидно, что вот такая-такая кадровая проблема, как во всей нашей Гагузии, наверное, и по Молдове против. Есть населенный пункт, где нет врачей, это очень обидно. И эти категории молодых людей, которые стараются выехать из Молдавии, я не призываю там к какому-то патриотизму, но, как говорят, где родился, там я пригодился. Поэтому я призываю всех молодых людей оставить, потому что в село, где нет доктора, это, понимаете, обречено на какое-то, особенно когда нет школы и садика, все, это село обречено на какое-то выбор. Да, образование, медицина должны быть в первую очередь. Обязательно, конечно. Спасибо, Иван Николаевич. Полина Иосифовна. Я когда начала работать, у меня коллега-доктор со мной работает, у него 43 года стаж работы, я тоже обращалась. Получается, знания, которые мы получаем в университете, это как база. А когда начинаешь работать, все никак по книжке. И куча вопросов. И спасибо руководству. Я в любой момент могла позвонить. Мне помогали, советовали, как надо, проблемы с документацией, что заполнить, как заполнить. Доктор рядом, мы вместе консультировали пациентов, если было что-то непонятное. Но медицина, она развивается. И я хочу сказать, что у нас знания другие, новые. А у наших коллег, которые уже работают, да, опыт, это другое. Но препараты новые, обследования новые. И мы друг друга дополняем. Где мне непонятно, я спрашиваю. Где доктору непонятно с компьютерами, он меня спрашивает. И проблем нету. Мы справляемся. Были моменты, когда приходилось звонить преподавателям на кафедру, спрашивать, решать вопросы. Тоже никто не отказывает. Никто никогда не отказывает. Просто надо не стесняться и попросить. Поэтому мы этим пользуемся. Спасибо большое. Наталья Вячеславовна. Ну, я, наверное, благодарна. И уверена в том, что мне каждый доктор подскажет, если даже позвоню моим докторам, коллегам уже. С больницы Министерства здравоохранения в Кишиневе я там резидентуру проходила. Я работала в каждом отделении. У меня профессор Николай Иванович Бодрук. Он шеф кафедры гириатрии и медицины труда. Он нас распределял, где мы работаем. И требовал от нас максимально. Я в свое время злилась на него, если честно. Он мне, Наталья, звонит. Наталья, давай, иди в гириатрии. Ну, Николай Иванович, не хочу. Надо. Пошла работать. Наталья, надо в гипотологию. Пошла в гипотологию работала. Было время. Вот ковид. Он мне позвонил, говорит, давай, надо в ковид. Хотя страшно было, сами знаете, через что прошли мы это. Нам было страшно, а вам, наверное, в разы. Это было очень сложно психологически и физически. Когда заходили в зону, выходили просто как выжатый лимон. И через это прошли. В то время я злилась. Почему именно я? Почему других резидентов не отправляют? А сейчас я благодарна. У меня хороший багаж знаний благодаря ему. Он требовал. И когда я ему сказала, что Николай Иванович, я еду в район. Я на телефоне в любое время. Звони. Все будет нормально. Вот я благодарна ему, низкий поклон. У него в этом году юбилей, в 1 июня был. Ему здоровье и долгих лет. Он, как говорил, я ваш второй папа на кафедре. Действительно, любая проблема, какая бы ни возникла, что касаемо работы или личного, всегда подскажет, выслушает. Никогда не отказывал ни в чем. Так. Это здорово. Иван Николаевич, вы, я так поняла, застали ковидный период. Работали непосредственно по своей профессии. Я хочу для наших телезрителей, Иван Николаевич, 2 секунды для наших гостей сказать, что когда Иван Николаевич пару минут назад в коридоре сказал мне, сколько ему лет, я удивилась. На самом деле Иван Николаевич выглядит как минимум на 2 десятка меньше. И дай Бог вам здоровья, Иван Николаевич. Иван Николаевич, да, вы меня удивили. И на самом деле такие люди, это просто отдельная гордость нашей автономии. Наша медицина, Гагузия, прошла через очень сложный период, во время ковида. Надо сказать, что были мобилизованы все силы. Все силы, все врачи. Мы не можем отдельно сказать, кто по специальности и так далее. Но в целом и невропатологи, и терапевты, и другие врачи, все дежурили в отделениях ковида. Мы развернули большие отделения на базе инфекционного отделения, на базе терапии и дежурили. Мне приходилось сопровождать больных в Кишинев на скорой помощи в разных состояниях. Было очень тесное взаимодействие с больницей, с инфекционной больницей, с больницей скорой помощи, с Требыканской больницей, с Центром охраны матери и ребенка, где мы получили полное взаимопонимание. Давали нам разрешение на перевод и все остальное. Я дважды переболел ковидом, правда в такой легкой форме, даже несмотря на прививку. И многие переболели, многие ушли, многие наши коллеги ушли от ковида. Ну и у вас, Камрата, тоже есть наши коллеги, Царство и Небесное имбеджение и покоя. Ну вот такой период, я думаю, что мы с честью и достоинства вышли из этого перевода. Да, и как бы сейчас тоже есть отдельные случаи ковида, но они протекают в такой легкой форме. Мы тестируем всех больных, которые температурят и вообще всех больных, которые гестерализируют. Как сейчас? На всякий случай. Сейчас они протекают в легкой форме. Если экспресс-тест не показывает положительное, то только потому, что мы сделали. А так ни температуры, ничего нет. Все притыкают в легкой форме такой. Иногда только вот есть такие случаи, где дети тоже стали как-то более-менее легко переносить вот этот ковид. Сейчас, конечно, другие есть вспышка кори и так далее. Ну, в целом, я считаю, что из ковида мы вышли очень достойно. С, так сказать, с минимальными потерями и все, что можно было сделать со стороны медицины. Надо еще сказать два слова о том, что была нам оказана огромная гуманитарная помощь. Мы получали дет растворы, защитные костюмы. Все-все-все, в чем мы нуждались абсолютно. Маски, экраны, эти сатураторы, которые давали, вырабатывали из воздуха, почти в каждой палате были. Кроме того, у нас в больнице сделана очень четкая централизованная подача кислорода. Сейчас мы получили кислородную станцию и внедрили ее, запустили так, чтобы в кислороде нет никаких проблем. Я думаю, что, не дай бог, если это все повторится, мы же живем в таком мире, где всякие эпидемии, болезни и прочее вспыхают неожиданно. И я думаю, что наша медицина, Гоглазия, она готова ко всем этим проблемам. Оснащенность, персонал, профессионализм, все это у нас есть. Благодарю вас, Иван Николаевич. Наталья Иосифовна, Полина Иосифовна, вы сказали, что 4 года работаете. Когда вы застали период ковида? Там вообще история. Я была в декрете, мне пятницу вечером позвонили, сказали, что в понедельник некому работать. Доктор один заболел ковидом в Кишиневе. Царство ему небесное умер, он не приехал оттуда. Доктор избежал. Да, Лапчи Сергея Георгиевича, нет. С Камрата доктором приезжал. Да, 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 я с ним. Второй доктор тоже заболел, поднялась температура, и мне позвонили, попросили выйти. Наталья, все-таки это большая ответственность была, и риски были очень большие, работать несколько часов и возвращаться к ребенку. Ну, меня попросили, и я не смогла отказать. Я поговорила с мужем, мы решили, что в любом случае я планировала выходить на работу, не сидеть долго в декрете. И тут такой случай подвернулся. Клятва Гиппократа. Да. Ребенка в старшего взяли в садик, младшего оставили на няню, и пришлось выйти на работу. У вас двое детей, да? Благодарю вас, Полина Иосифовна. Наталья Вячеславовна. Да. Когда вы застали этот период ковида? Какие вот у вас? С самого начала. С самого начала застала не самым лучшим образом. У меня мама болела в тяжелой форме очень. Она полтора месяца в реанимации провела. Я на ногах перенесла, потому что у меня не было времени болеть дома. Я прямо... Мама была в реанимации, приходилось бегать в больницу, домой. Но вы работали в этот период? Да. Я работала. Я работала на зеленой линии ковид. В Анисипе, национальное агентство здравоохранения. Мы там на зеленой линии работали. Нас под две смены работали. Было миллион звонков, и все в панике были. Когда начались эти запреты, штрафы, люди звонили, спрашивали. Люди в эмоциональном состоянии были, что приходилось каждому объяснять по телефону. Успокойся, ни то не делай, не выходи, не паникуй, дезинфицируй. Действительно, хаос огромный был. После этого уже в отделение перешли, уже непосредственно работали с пациентами. Было страшно, действительно, и за свою жизнь, и за жизнь своих близких, потому что каждый день имели контакт с больными, возвращались домой. Дома близкие ждали, ты не знал, что ты перенесешь с собой, и как ты перенесешь, хотя все вакцинированы были. Но это страшное время было, как и для коллег, так и для общества нашего. Были моменты, когда мужчины плакали, когда выздоравливали этот тест, когда показывал отрицательный. У меня даже несколько дежурств были, когда действительно мужчины, взрослые, казалось бы, что может заставить мужчину плакать, он на колени падал и плакал, что он выздоровел, да, и возвращается домой. К сожалению, были и потери. Полина Иосифовна практически плачет у нас в студии. Уважаемые гости, я хочу задать этот вопрос, наверное, в первую очередь вам, Иван Николаевич, и я думаю, что ваши коллеги согласятся со мной. Вот был ли в вашей жизни такой момент, а вы не просто доктор, вы врач-анестезиолог, реаниматолог, и очень ответственный выбор. И вот никогда не было такого момента, что вы пожалели о том, что вы выбрали эту профессию? Нет, не пожалел ни разу, потому что был уже сделан выбор, выбор был осознанный, серьезный, потому что я в институт поступил после армии, уже как бы сформировался человек, я служил в воздушно-десантных войсках, и там уже был характер, все как надо, и в конце концов началась работа, и уже отступать было уже некуда, понимаете? Поэтому уже как-то вошел в профессию, осознал все ответственно, все как это есть. Вот уже 43 года в профессии. Нет, ни разу не пожалел, тем более мне нравится работать в нашей больнице, у нас хороший, спроченный коллектив, где мы помогаем друг другу. Я не хочу ничего другого. Спасибо, что есть еще возможность поработать, несмотря на мой преклонный возраст, скажем так. И говорите, сколько после зрителей поищать информацию. Да, 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 да. В общем, вот так. Конечно, выбор профессии, он делается однажды и остается на всю жизнь. Когда уже с годами ты превратаешь какой-то опыт, есть результаты твоей работы и так далее, эта работа приносит истинное удовольствие. Конечно, тяжело мне приходилось много раз видеть, как умирают люди в реанимации во время ковида и так далее. Это очень тяжело, смотреть, как люди умирают. Ну, психологически тяжело. Но надо собраться и работать дальше. Но в вашей профессии есть и другая сторона медали. Когда люди выздоравливают, это, наверное, отдельная... Да. ...отдельная история. Конечно, это победа. А был ли в вашей жизни такой случай, я думаю, что и вашим коллегам будет интересно, когда уже отпускались руки, и вот тут происходит... Ну, наверное, я тут неправильно сказал, и, наверное, так нельзя сказать, у вас никогда руки не отпускаются. Мы не можем отпускать руки, да. Но давайте я скажу по-другому. Думаю, может быть, вы так сказали, что... Вы видели, что уже... Да, были минуты отчаяния, я бы сказал, вот такие, когда, ну, вот, ну, бессилен. Такая эмоциональная программа, мне тяжело даже подбирать за вам. Да, ну, безотчаяния, когда ты видишь, что вот на твоих глазах, это очень тяжелые травмы, тяжелые, шарейшие инсульты, когда пациенты по несколько дней, да, может, даже недель в коме, и все лечение не дает эффекта, несмотря на все вот эти компьютерные томографии, все вот эти инфузионные терапии, все-все-все. И вот есть, конечно, и отрицательные результаты, когда мы... Но был ли вот случай, когда, вот я к чему веду, вот, вот, как вы говорите, отчаяние, да, и потом случается чудо? Да, да. А я уверена, что таких случаев много бывало. Не вспоминаю, я помню, это такой прикол, когда в «Войне и мире» написано, несмотря на все старания врачей, Пьер выжил. Вы понимаете, как такие... У нас есть такие приколы, когда вот... Да, бывают такие чудеса, когда... Боже промысел, давайте скажем, боже промысел, это у нас не появилось приколы, вроде тема... Когда мы уже не надеялись, а вот все силы организма мобилизовались, и пациент выздоровел. Всегда нужно верить в это чудо. Такое было до конца, верить и до конца бороться. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, Иван Николаевич, скажите, вот есть ли у вас в жизни какие-то примеры здорового образа жизни, здорового, может быть, секрета питания, для того, чтобы так хорошо выглядеть, всегда быть в тонусе и продолжать работать, и своим примером показывать молодым специалистам, которые сидят у вас и по правую, и по левую руку, что это прекрасная профессия, и все будет хорошо. Хочу вам сказать, что сама жизнь, которая сейчас у нас есть, она держит нас в тонусе. Очень держит в тонусе. Нам никогда нельзя отчаиваться. Мы живем в каком-то таком бешеном ритме. И думаю, что вот это все стимулирует вот это все состояние. Ну, питание само по себе, с возрастом, конечно, есть какие-то немножко избыточные весы, но мы, у нас есть замечательная компания, мы ходим в парилку, мы плаваем в бассейне, мы прекрасно общаемся, есть круг, где мы можем обсуждать все темы, любые темы, интересы. Мне всегда интересно в этой компании. Вы интересно живете, Ваня Николаевич, не только работаете? Да, там настолько люди разных профессий, инженеры, и агрономы, и юристы, два доктора, музыканты у нас есть. Это что замечательное, мы обсуждаем любые темы, и нам всегда интересно, по воскресеньям мы ходим в парилку и плаваем в бассейне, пьем чай с медом, вот так. Молодцы, здорово. Так интересно рассказываете. Полина Иосифовна, скажите, пожалуйста, вот у вас есть какие-то секреты? От кого? Не от кого, а секреты для наших телезрителей. Раскройте, вот как поддержать свое здоровье? Ведь наверняка выработано что-то. Наша профессия семейного врача, она и связана с пропагандой здорового образа жизни, с предотвращением заболеваний, с профосмотрами тоже. И мы периодически вызываем пациентов, объясняем, обследуем, рассказываем, как правильно питаться, какой должен быть режим сна и отдыха. То есть это совокупность такая, да? Да. Какие можно витамины принимать, какие продукты употреблять. Что касается мам, как с ребенком, как ухаживать за ребенком, чтобы он меньше болел. Вот про витамины спрошу. Сейчас у нас сезон, да, витаминный. Сезон ягод, фруктов начался. Вот если человек употребляет в хороших объемах фрукты, овощи сезонные, я думаю, и надеюсь, что многие это делают именно в своих усадебных участках, где меньше обработки и всего прочего. Стоит ли одновременно принимать витамины? Или в этот сезон лучше вы натурально получите? Как у нас сейчас модно стало, все любят употреблять почему-то БАДы. Это биологически активные добавки, которые не проходят бесследно. Они очень дорогие, и, как говорит одна моя коллега, они помогают только тем, кто их продает. Я всегда говорю, лучшие БАДы – это фрукты и овощи. Лучше купить, сделать нарезку детям, дать покушать, и они получат достаточно витаминов, и не нужны никакие таблетки. То есть у меня дети, я витамины детям своим никогда не даю. Я всегда лечу и других детей так же, как и лечу своих детей. Я всегда мамам говорю, мамы уже привыкли, доверяют. И даже показывают, говорю, наши БАДы. Тарелка, где яблочки обязательно, киви, бананы. То есть ничего сверхъестественного. А сейчас спектр еще шире. Да, а сейчас как раз сезонный, и все по сезонному. Клубни, канулина, абрикосы. Да, это лучшие витамины для детей. Ребенку достаточно съесть один киви в день, чтобы получить дозу витамина С. С. Вот и все, и зачем давать ему таблетку? А я даю иногда шепучки. Ну, это уже ребенок захотел там что-то. Наталья Вячеславовна, вот Ваш секрет. Сохранение спокойствия, несмотря ни на что. Разрешите, я открою секрет для наших телезрителей, что вы сегодня в студии не одна? Да. И совсем скоро, да. У нас двое. Это, конечно, нелегко, но доктор обязан сохранять спокойствие в любой ситуации. Что касается семейных, может быть, каких-то невзгод или проблем, ты должен прийти на работу, спокоен, выслушать пациента. Опять же, с пациентами надо сохранять спокойствие, хотя это совсем нелегко в наше время. Люди разные бывают, психологически на тебя давят, психоэмоциональны. Каждому надо найти подход, но в любой ситуации надо сохранять спокойствие. В самой ургентной какой-то ситуации или в том же слушании пациента, выслушивании их жалоб. Все заболевания начинаются от нервов. Да, наверное. Да, особенно у докторов это нелегко. Нелегко каждого через себя пропускать, но в любом случае. Это осознанный выбор. Мы знали, на что мы идем, поэтому мы обязаны быть спокойными. Вот Ивана Николаевича окружает большое количество врачей и невропатологов, наверное, поэтому Иван Николаевич. Здорово. Хорошая у нас атмосфера сегодня в программе. Наталья Вячеславовна, вот у вас личный какой-то секрет есть? Прям личный? Да нет. Все как у всех? Все как у всех, по стандарту. Не особо нет. Есть, конечно, надо находить время для себя, работа работаем, для себя, для отдыха, занятиями спорта, прогулки, времяпровождение с друзьями. Это важно. Жизнь коротка, и надо каждый момент учитывать. Уважаемые гости, у меня для вас есть небольшой сюрприз. Ваши коллеги-врачи в канун праздника Дня медицинского работника выступили с поздравлением. Ваш адрес, в адрес ваших коллег. Это непосредственно врачи из города Чедерлунга и города Камрад. Но я думаю, что вам будет очень интересно сейчас это посмотреть. Наша телерадиокомпания ГАТЭ подготовила этот ролик, с которого вчера начиналось торжественное мероприятие в Доме культуры, где чествовали заслуженных врачей и тех, кто стоит на страже нашего здоровья. Внимание на экран. В канун профессионального праздника я хочу пожелать своим коллегам счастья, личного счастья, семейного счастья, бодрости духа, выносливости, удачи, успеха в работе и долгих здоровых лет жизни. Коллегам желаю крепкого здоровья, желаю им силы, неиссякаемой энергии. Наш труд, он нелегок, но чтобы мы получали от наших пациентов улыбки и благодарность. Никогда не откладывайте свои проблемы на завтра, занимайтесь собой сегодня, потому что завтра никогда не вернется. Потому что вы нужны не только вашим пациентам, вы нужны своим детям, своим семьям, своим родителям. Будьте здоровы, будьте любимы, будьте счастливы. Пусть всегда вас радует ваша профессия. С удовольствием идите на работу и с удовольствием возвращайтесь домой. Будьте счастливы. Наша профессия всегда была и будет одной из самых ценных на планете. Наряду со всеми остальными все профессии важны, все профессии нужны, не споря. Но, к сожалению, ошибки нашей профессии не видны практически сразу. В первую очередь это пожелать им здоровья крепкого, чтобы не болели, пожелать успеха во всем, благополучия, мира на земле, чтобы терпения, долголетия им и успеха в работе. Прежде всего крепкого здоровья, мирного неба над головой. Все медицинские работники спасают жизни людей, помогают людям жить полноценной жизнью. И хочется пожелать всем крепкого, крепкого здоровья, душевного благополучия, мира, любви, чтобы было уважение среди коллег и пациентов. И чтобы всегда сердце оставалось горячим. Желаю вам мира в душе, в стране, в мире. Второе это здоровье. Чтобы все ваши желания, мечты потихоньку сбывались. Чтобы дети вас радовали. Кто уже в пожилом возрасте, дай бог им здоровья. Работа очень затратная. Наша работа вызывает значительное выгорание, уставание в профессии. И вот желала бы я всем своим коллегам сил, терпения, здоровья. И вот это вот желание помогать, милосердие, любви к людям. Чтобы она у нас не пропадала с годами. А чтобы мы могли быть и на работе, и дома. Жить полной жизнью, радоваться этой жизни. Конечно же здоровья, много-много. Терпения и удачи. И чтобы сбылись их все мечты, и чтобы были здоровы их семьи. И чтобы пациенты были благодарными к их труду. И чтобы ценили своих врачей. Желаю им крепкого здоровья. Пусть они любят свою профессию. И каждое утро, идя на работу, с радостью одевают свой белый халат. Уверена и убеждена в том, что профессия врача самая престижная, самая ценная, самая востребованная. И где бы человек ни находился, в какой бы сложный период жизни на планете был, врач всегда востребован. Потому что здоровье на первом месте у каждого человека. Пожелать им крепкого здоровья, послушных пациентов, а также больших успехов в профессиональной деятельности. И также, чтобы они не забывали о своем здоровье, которое нужно также иногда подлечивать. Мира над нашими головами, мира у каждого в душе, в семье. И благополучие не самое главное деньги. Самое главное, чтобы мы все были здоровы, любили, были счастливы. Пожелала бы, чтобы в их семьях все было хорошо, потому что немаловажно для нас, чтобы у нас был крепкий, надежный тыл. Терпение. Ну и успехов в профессиональной деятельности. Терпение. И чтобы никогда не унывали, чтобы всегда были. У нас у докторов такое, что если работа, значит мы работаем. Если отдыхаем, мы умеем и отдыхать, и на уровне с другими. Мы такие же люди, как и все. Успехов и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Не стоять на месте. Я желаю вам долголетия, профессионального роста и развития. И самое главное, заботиться не только о ваших пациентах, но и о самих себе. Даже, наверное, прошу вас, заботитесь о себе, чтобы вы были здоровы, у вас все было хорошо, у вас было прекрасное состояние, душевное спокойствие и любовь к жизни. Если будет хорошо у вас, будет хорошо и у ваших пациентов. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы представляете одну из самых благородных профессий. Ведь вы оберегаете величайший дар Господень – человеческую жизнь. Это особый праздник, и большинство врачей будут отмечать его на рабочем месте, оберегая, поддерживая и спасая жизнь людей. Огромное человеческое спасибо вам за ваш труд. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой ролик у нас получился. Я думаю, вам было приятно его посмотреть. Конечно. Огромная благодарность нашему монтажеру Артем Топал, который помогал собирать его, сделал его намного краше. Скажите, пожалуйста, вот все-таки в завершении нашей программы, и мы ее записываем как раз в то время, когда многие учащиеся заканчивают учебные заведения и стоят на распутии, и думают, кем они будут, какую профессию выбрать. Как бы вы обратились к тем, кто, может быть, не решается, но где-то в глубине души хочет стать представителем этой прекрасной благородной профессии. Давайте с вас начнем, Иван Николаевич. Как бы вы обратились к людям? Я обращаюсь к выпускникам, кто закончил лицей, которые будут поступать в медицинский университет наш. Наш университет, я считаю его одним из лучших вузов нашей республики. Он был сделан, вернее, создан на базе Ленинградского мединститута, который во время войны перехал в Кисловоз, потом вернулся в Кишинев. Замечательная база, замечательные преподаватели. Те, кто заканчивают лицей, у них должен быть осознанный выбор, очень серьезный выбор. Они должны представлять себе, с чем они столкнутся, как учиться очень тяжело. У нас нет такого понятия пропуск и так далее. Пропустил, написал реферат, эту тему отработал, сдал. Вот коллеги скажут тоже. Идти туда надо осознанно, представлять себе, с какими сложностями вы столкнетесь. Но это очень хорошая и престижная профессия. Поэтому я призываю выпускников поступать все-таки в наш медицинский университет, учитывая, что вы здесь жили, учились и так далее. И вы здесь пригодитесь. И республика, и наша Гагузия испытывает кадровую проблему во врачах, средних медработниках и так далее. Поэтому молодежи надо как-то помогать выйти из этой ситуации. Благодарю. У вас Полина Иосифовна. Как говорится, пера спера, адастрах, к тернии, к звездам. Будет сложно, но потом будет работа, будет стабильность. На сегодняшний день очень важна стабильная зарплата. А кто оканчивает медуниверситет, тот без работы не останется никогда. В любое время. Врачи везде нужны, и зарплата, даст Бог, будет больше. Да, анонсировано повышение, тем более ждем. Спасибо, Полина Иосифовна. Наталья Вячеславовна. Я выпускникам желаю прислушаться к сердцу. Это нелегко, совсем нелегко. Будет очень сложно. Будут моменты, когда тебе захочется бросить все, сказать, это не мое. Но все равно надо собраться, дойти до конца. Желаю терпения. Профессия очень важна. И я думаю, врачи – это те люди, которые порой дорисовывают линию жизни. Это нелегко, конечно, но надо идти, учиться. Наша страна нуждается в молодых специалистов, в молодых выпускников института, резидентов. Призываю к районам, чтобы они не боялись переезжать в районы. Медицина везде нужна, не только в городах. И каждый человек нуждается в докторе. Поэтому, я думаю, каждый район будет рад молодому специалисту. И никто никого не обижает здесь, как говорят. Зато большой опыт, быстрее научишься всему, быстрее ответственности наберешься. И добро пожаловать в районы. И всем сил и удачи. Наталья Вячеславовна, а как бы Вы поздравили своих коллег с профессиональным праздником? У Вас также есть шанс сейчас поздравить их. Я моим коллегам желаю крепкого здоровья, сил, терпения. Чтобы всегда хватало настроения, здоровья, выслушать каждого пациента. Чтобы каждый пациент, выходя из кабинета, возвращался домой с улыбкой после доктора. Это самое важное. И мне кажется, самое приятное для доктора, это когда ты видишь результат, что ты помог человеку, человек выходит от тебя с улыбкой, не с хмурым лицом. Конечно, самое главное – здоровье. Зарплаты будет больше, я уверена. Иван Николаевич, как бы Вы поздравили своих коллег? Хочу поздравить всех своих коллег. Спасибо им за их работу, за огромное терпение. Еще хочу сказать спасибо огромное тем людям, которые, коллегам, которые вообще, находясь в возрасте, продолжают работать, делиться опытом с молодыми. Мы им очень признательны, потому что это очень важно. Свой опыт передать молодым, уберечь их от всяких ошибок, всяких недоразумений и так далее. Здоровья Вам, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо Вам за Вашу работу. Благодарю. Наталья Полина Иосифовна. Я тоже хочу обратиться к всем врачам, медработникам, которые на пенсии работают. Они нам очень помогают, они нас разгружают, потому что один доктор на село – это очень сложно. И пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть они еще работают. А молодым специалистам хочется пожелать успехов, уверенности, ничего не бояться. Все не так страшно, как говорят все. И также крепкого здоровья, эмоциональной стабильности и мира, главной мира. Уважаемые гости, я благодарю Вас, уважаемые медицинские работники. Желаю Вам крепкого здоровья и профессиональных успехов. Пусть каждый день будет наполнен радостью, новых побед, искренней благодарностью пациентов. Это очень важно. Берегите себя, вы нам очень нужны. Ну а для наших телезрителей я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были Иван Коломан – анестезиолог и аниматолог в муниципе Чедр-Лунга, Полина Стамова – семейный врач села Бешалма и Наталья Бержинарь – профпатолог, город Камрад. Это была программа «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok